Ребята, всем привет, это канал Акстар, и сегодня сравнение самой дешевой гитары, которую мы сможем найти в Питере, и гитары за 1 миллион рублей. Это видео будет очень интересным, и в нем будет классный эксперимент, и вы в нем также примите участие. Ну, а следующее видео на канале выйдет сразу же, как только на канале наберется 2 миллиона 310 тысяч подписчиков. Просто нажми на кнопочку подписаться и ускорим выход следующего видео. А там мой, там такое. Перед тем, как мы поедем за самой дешевой гитарой, я хочу вам кое-что рассказать. Короче, я знаю, какой подарок на Новый год самый лучший, и могу поспорить, вы не найдете ничего интереснее. Деревянный конструктор U-Gears. Вся суть в том, что вы своими руками собираете деревянные изделия, которые полностью функционируют после сборки. Конструктор приходит вот в таком виде, и прямо сейчас я открою этот музыкальный инструмент и покажу, что внутри. Тут находятся пластины с вырезанными заранее деталями, которые очень приятно выдавливаются. Тут всякие резиночки, воск, а также подробная инструкция, и вам не нужен ни клей, ни что-либо еще. По сборке все просто. Выдавливаете детали и скрепляете их между собой. Так прикольно, что из всего этого получится музыкальный инструмент. Детальки идеально подходят друг к другу, сейчас я вам что-нибудь соберу. Вот такая штука вырисовывается, потом дособираю. Ну а вот, что мы собрали с друзьями. Это байк, настоящий чоппер, который способен проехать до трех метров на своем резиномоторе. Шкатулка с настоящим живым винтарем, инкрустированным в крышку, в котором реально можно хранить побрякушки. И, наверное, самый обаятельный пояс в мире, который заводится. Всякие шестеренки и колесики двигаются. Внутри столько сложных механизмов. Короче, я в восторге от своей коллекции. На сайте я посмотрел, есть еще около сотни разных моделей. Поэтому точно можно найти любому. U-Gearth это идеальное решение для подарка. К тому же у них сейчас проходят большие скидки по моему промокоду и ссылочки в описании. Так что прямо сейчас переходите и заказывайте конструктор себе, родным и друзьям. Я уже полчаса ищу гитару, но либо не хватает струн, либо гитара сломана пополам. Вот, нашел гитару наконец-то за 800 рублей. Более-менее нормальный вариант. Есть все шесть струн. Я иду покупать. В общем, самая дешевая гитара, которую я мог найти в Питере, за 800 рублей у нас есть. Погнали ее сравнивать с самой дорогой. Но на самом деле, посмотрите, какая она тоненькая. За 800 рублей это очень круто. Я ожидал, что совсем дрова будут, а она прям звучит. Так, ребята, сейчас я сыграю два фрагмента на гитарах стоимостью от 800 рублей до 550 тысяч. А потом гитара за миллион. Напишите в комментариях, какая гитара, по вашему мнению, звучит лучше всех, а также за сколько максимум вы бы готовы были купить гитару. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Плюс микрофон, это считается лучшей в мире вообще для подключения. Это настоящее золото? Конечно, это настоящее золото. Но честно говоря, это лучшая гитара, на которой я играл. Очень красивый звук, плотный, богатый. Плюс у неё очень большой сустейн, то есть если ты берёшь аккорд, и она долго-долго звучит. Всё ещё звучит? До сих пор. Ребята, сейчас с закрытыми глазами попробуйте угадать, какая гитара звучит за 800 рублей, за 35 тысяч или за 550 тысяч. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Ну вот, ребята, мы и подобрались к самой дорогой на сегодня гитаре. После того, как я сыграю, я объясню, почему она самая дорогая. Мы не вставили её в ряд акустических гитар, всё-таки это классическая гитара, это немножко другое, поэтому она идёт отдельно. Субтитры создавал DimaTorzok Ну и, собственно, почему эта гитара такая дорогая, сейчас нам расскажет Михаил Рабцевич. Собственно, вопрос, почему так дорого? Звучит хорошо. Субтитры создавал DimaTorzok Это кратко, да? Субтитры создавал DimaTorzok Ну вот, есть же гитары за 100 тысяч, которые тоже классно звучат. Почему? Что отличает? Ну, это лучше звучит. Дело в том, что она звучит шикарно, потому что конструкция неимоверно сложная. Дабл топ, всё в интернете есть, двойная дека и очень-очень дорогие материалы. А вот по поводу этого дерева можно ещё раз? Оно, да, в 90-м году. Это бразильский Рио Палисандр, Далбергия Нигра. Он в Красной Книге с 90-го года к вырубке запрещён сажать в тюрьму надолго. А инкрустация детальная, сперламутра. Представляете, ребят, можно я покажу? В общем, здесь, видите, такой есть рисунок. Я сначала подумал, что это может быть нарисовано, но на самом деле это просто миллиметровые кусочки дерева, и из них сложен вот этот вот рисунок с обоих сторон. Это просто очень поражает и удивляет, и понимаешь, почему инструмент такой дорогой. Да, кстати, по стоимости вот этого дерева я на eBay просто интересовался, нашёл за 280 тысяч. Можно деку вот эту купить. Просто дека 280 тысяч. Да, да, ну с обечайками, да. Дека обечайки 280 тысяч. Единственная загвоздка, что невозможно вывести из США. Да, да. Ребята, я уже очень долгое время кое-что готовлю для вас. Это нечто больше, чем YouTube. В общем, я хочу создать самое крупное гитарное сообщество в мире. В общем, если кратко, мы будем общаться, учиться играть на гитаре вместе, и мы создадим свою гитарную академию, в которой примут участие, помимо меня, другие классные музыканты, гитаристы. В том числе я хочу пригласить вас поучаствовать, Михаил, в роли, собственно, одного из гостей, спикеров, чтобы рассказать какую-то тему, какой-то урок. Вот. Также в этой гитарной академии примут участие Никита Неделька, Рома Конограя, Эрик Брой, в общем, многие другие. Если вы хотите классно научиться играть на гитаре и попасть в гитарное сообщество, в котором мы все будем общаться, делиться опытом, проводить мастер-классы, разбирать песни, подписывайтесь на Инстаграм, там я об этом подробно рассказываю. Вот чехол к этой гитаре за 70 тысяч рублей, дороже, чем моя гитара, на котором можно сделать вот так. Я вам хочу продемонстрировать, на самом деле вас могу удивить, это не самая дорогая гитара. Сейчас у меня в комнате лежит гитара еще наружу этой. Да-да, по-настоящему дорогой инструмент. Вот. Можете что-нибудь сыграть? Ай-яй-яй-яй. Вот, настроено. А, шесть. Отлично. Там струны не хватает, но ничего. Не прислушивайся, все же слышно. Напишите в комментариях, какая гитара по вашему мнению звучит лучше, эта или эта. Ребята, это все, это было сравнение гитар. Вот гитара за 800 рублей, эта гитара, можно сказать, за миллион. Напишите в комментариях, чувствуете ли вы объективную разницу и стоит ли она своих денег? Будет очень интересно почитать. А самые классные комментарии попадут в следующее видео. На этом все. На этом все. С вами был Паша Акстар, Михаил Рапцевич. До новых встреч. Не забывайте подписываться на канал, ставить лайки. Здесь будет много всего интересного. Пока.